Продолжение следует... Мы поговорим постоянно о диссертациях, публикациях, о том, как это делать эффективно, правильно, быстро. Ну и, собственно говоря, как и в прошлом году, первый вебинар у нас о том, что, собственно говоря, изменяется в тех требованиях, которые предъявляют к нам как к авторам диссертации. И что важно вам знать, чтобы вовремя отреагировать на какие-то изменения и, соответственно, не увеличить срок подготовки диссертации или публикации. Давайте познакомимся. Этот слайд я решила не убирать в этом году, но я хотела бы задать вопрос, чтобы понять вообще, мы друг друга знаем или нет. Поставьте, пожалуйста, пятерку в чат, те, кто уже были в прошлом году на моих вебинарах, и но, те, кто не были. Просто, чтобы я понимала, насколько мы знакомы. Много людей, кто меня в первый раз видит. Спасибо. Спасибо, друзья, я поняла. Вот те, кто к нам присоединились сегодня в первый раз, я вас, друзья, приглашаю. У нас целый цикл вебинаров будет, мы будем встречаться раз в месяц. Я сегодня расскажу по поводу следующей нашей встречи, а сегодня встречу я уже анонсировала. И еще буквально один вопрос. Откуда вы и какую диссертацию пишете? Будьте добры мне тоже в чат написать буквально слово «город» и какая диссертация. Два слова буквально, для того, чтобы я поняла, насколько у нас сегодня продвинутая публика и что, может быть, нужно конкретизировать. В большей степени. Какая в смысле докторская или кандидатская? Докторская, докторская. О, друзья, так у нас сегодня публика очень серьезная. Отлично, отлично. Докторская, докторская, кандидатская, докторская. Еще, еще, друзья, не стесняйтесь. Давайте немножечко познакомимся, чтобы мы друг друга лучше узнали. Секретарь диссовета Татьяна Ивановна, помню вас. Мне очень приятно, что коллеги приходят. Те, кто не пишут диссертацию, а помогают тоже вам с этим нелегким делом. Кандидатская, кандидатская. Отлично, друзья, очень рада, что получается у нас собираться из такого количества разных городов вообще и с таким разным запросом и кандидатские, и докторские. И вот сегодня, о чем мы будем говорить, вот эта тема, она актуальна абсолютно для всех. То есть независимо от того, пишете вы кандидатскую диссертацию или докторскую, все, о чем мы будем говорить, влияет на каждого из нас. Итак, во-первых, мы разберемся с полем ограничений, то есть с тем, на что вообще надо вам обратить внимание, когда вы будете работать над диссертацией. Может быть, у вас не будет получаться приходить на вебинары, чтобы вы понимали, куда посмотреть и как это поле контролировать. Второй момент, мы определимся, что происходит с требованиями к публикациям. Сегодня вот этот план, он возник не случайно, естественно, он возник, исходя из того, что вообще происходит, какие изменения происходят и что актуально и важно вам сегодня сообщить. Третьим пунктом мы рассмотрим то, что происходит с нашими диссертационными советами, то есть с теми местами, где мы будем вообще защищаться, и поэтому нужно тоже это очень хорошо представлять. Ну и, собственно говоря, с самим процессом, происходят ли какие-то изменения и ждать ли этих изменений вообще. Если ждать, то в какое время. Итак, давайте начнем с поля ограничений. На самом деле, когда мы с вами пишем диссертацию на всех мероприятиях, которые, там курсы, программы, вебинары, которые я провожу, я всегда говорю о том, что когда мы пишем диссертацию, мы с одной стороны занимаемся наукой, да, с другой стороны это не одно и то же, это разные процессы. Когда вы пишете диссертацию, вы должны осознавать, что вокруг вас есть определенные рамки, регламенты, в которые вы должны вписаться вместе со своей работой, иначе не просто защита может не состояться, может не получиться выход на защиту. И поэтому вот это поле ограничений, нравится это нам или не нравится, оно существует. В то же время, когда мы с вами занимаемся наукой, просто для души, для сердца, потому что нам нравится эта тема, потому что нам интересно работать с определенными коллегами, как таковых ограничений, их нет. Мы сами себя можем поставить или не ставить, но вот то, что при подготовке диссертации на эти ограничения стоит обращать внимание, это абсолютно точно. На что нужно обращать внимание? Ну, понятно, я не хочу рассказывать о каких-то прям тонкостях-тонкостях, да, потому что это не рассказать за один час. И моя задача сегодня обозначить крупными мазками, да, вообще те моменты, которые уже изменяются. В какие области мы сегодня посмотрим и вообще на какие области вам нужно обращать внимание и дальше на протяжении всего своего пути. Ну, во-первых, это публикации. Меняются ли требования, сколько мне нужно, сколько у меня есть. То есть вот этот момент мы с вами отслеживаем, курируем на протяжении всего пути, но не до самой защиты, да, а до момента, когда вы собираетесь подавать диссертационную работу в диссертационный совет. К этому моменту у вас все должно быть абсолютно готово. Точнее говоря, даже на шаг раньше к официальному рассмотрению вашей диссертации в той организации, где она готовится. Что касается диссертационного совета, естественно, мы его определяем с вами, с научным руководителем. Советуемся. Может быть, научный руководитель вам предложит, и вам вообще ничего выбирать не придется. Может быть, вы будете выбирать самостоятельно. Но при любом варианте поиска вы должны четко понимать, ваш диссертационный совет в каком состоянии находится и как это увидеть, как это проверить. Кроме того, ваша специальность, по которой вы готовите диссертационную работу, казалось бы, ну что с моей специальностью-то случится. Пишу я по экономике или по юриспруденции, собственно говоря же, все нормально. Сегодня поговорим, что там может быть и что уже происходит, да, для того, чтобы тоже вы были в курсе событий. Ну и, конечно, диссертация. Собственно говоря, должен я что-то нового делать в диссертации или я пока ориентируюсь на те регламенты, которые мне известны, и этого достаточно. Вот это поле, как минимум, на которое нужно смотреть на протяжении вашего движения вперед, обращать на это внимание и, соответственно, учитывать. Какие требования? Давайте начнем с публикации. Значит, какие требования к публикациям вообще есть и что происходит вообще с этими требованиями. Ну и я еще один вынесла пункт в эту тему, маленькую подтемку, да, по поводу ВАК и ЛИНС. Я объясню чуть позже, почему я это сделала. И давайте посмотрим, что с публикациями. Значит, когда мы с вами пишем диссертацию, то есть я опять оговариваюсь, еще и еще раз привлекаю ваше внимание к тому, что сегодняшняя тема, она адресована именно тем, кто работает на диссертации. Потому что если вы просто работаете преподавателем и для души пишете публикации, вы делаете это в любом режиме, в любых там изданиях, которые вам нравятся или которые вам рекомендует работодатель, это не так принципиально. А вот для тех, кто пишет диссертацию, здесь есть принципиальные вещи, которые нужно учитывать. Итак, у нас с вами обязательно должны быть публикации к моменту того, как мы передаем диссертацию на защиту в диссертационный совет, правильнее сказать, да, и, соответственно, мы должны четко понимать, а какие публикации у нас должны быть. Достаточно ли, что у меня просто три публикации в материалах конференции? Нет, недостаточно. На слайде я представила разные варианты публикации. Это публикации в изданиях, которые входят в перечень ВАГ, это публикации в международных базах данных, это публикации в материалах конференций разного уровня, международных, всероссийских, любых, да, может быть, там, университетских, региональных и прочее. И публикации в изданиях, которые относятся к РИНС. По поводу всех этих публикаций сегодня немножечко поговорим, но, тем не менее, что особенного здесь мы должны четко понимать? У нас есть писанные и не писанные требования по поводу публикаций. И каждый аспирант, ну, докторанты, это, скорее всего, это уже знают, по прошлому опыту помнят, а аспиранты иногда теряются в этом, да, потому что им кажется, что, ну, вот, есть какой-то регламент, который предъявляет ВАГ и все. На самом деле, друзья, это не совсем так. Значит, параллельно с требованием ВАГа, мы сейчас начнем именно с них, существуют еще требования такие условные, требования рекомендации, назовем их так, да, которые предъявляют к вам диссертационный совет, в который вы поедете защищаться. И поэтому наша задача с вами сначала удовлетворить, безусловно, требования, которые предъявляет ВАГ, а потом те, которые предъявляет диссертационный совет. На данный момент времени, вот прям на текущий момент времени, сегодня прям проверила действующую редакцию положения присуждения ученых степеней и сделала вам оттуда скрин относительно того, что результаты, и обращаю ваше внимание на формулировку пункта 11, основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях. Что здесь важно, друзья, всегда подчеркиваю два важнейших момента. Первый момент, это то, что у вас должны быть публикации в тех изданиях, которые рекомендуют ВАГ, не в любых, не в любых. Как понять, в каких рекомендуют? Ниже подчеркнутая строка, перечень этих самых рецензируемых изданий размещается на официальном сайте ВАГ. Когда вы заходите на сайт ВАГ и видите в перечне есть это издание, значит в нем стоит публиковаться, чтобы соблюсти это требование. Если того или иного издания там нет, значит в вашем случае для подготовки диссертации оно не будет зачтено в эту категорию изданий. И второй момент, который очень важен, обратите внимание на начало формулировки. Основные научные результаты диссертации, то есть в публикациях ВАГ, в рецензируемых научных изданиях, они не в принципе должны у вас быть, а в них должны быть опубликованы результаты вашего диссертационного исследования. Я очень часто встречаю аспирантов и докторантов, которые приходят на курс или на консультацию, на индивидуальную или еще, где-то мы встречаемся, и они говорят, я вот еще диссертацию не написала, но у меня уже там 5 публикаций ВАГ. Вопрос, у вас там есть положение новизны в этих публикациях? Человек говорит, так нет, мы еще их не сформулировали. Возникает непонимание, что вообще эти публикации нужны для того, чтобы там результаты свои опубликовать. Поэтому вот этот момент, друзья, пожалуйста, внимательно. ВАГ в одном требовании, как бы, два требования зашил. С одной стороны, это публикация в рецензируемых изданиях, с другой стороны, в этой публикации должны быть научные результаты. И желательно, чтобы это была именно новизна ваша, чтобы вы, с одной стороны, и авторство закрепили за собой, и с другой стороны, эти результаты показали. Что касается количества. Опять же, много говорим о том, что количество постепенно изменится, что оно увеличится и так далее. Пока на данный момент в этом плане изменений нет. Для подтверждения, опять же, скрин положения присуждения ученых степеней, 13-й пункт, количество расписано в зависимости от того, какая у вас диссертация. Если докторская, то мы видим верхние ограничения, это 15,10, вы видите, в каких областях. Если мы говорим о кандидатской диссертации, то это 3,2. Это ограничение введено достаточно давно, оно пока не меняется. Сказать, что оно в какое-то ближайшее время изменится, я не прогнозирую этого. Я думаю, что вот в таком варианте пока это ограничение будет существовать. Оно достаточно. Вот если мы спросим докторантов, друзья, кто у нас докторанты? Вот от вашего объема публикаций напишите, сколько у вас публикаций уже есть. Вот кто докторскую пишет? О, отлично. Татьяна Геннадьевна, 15 уже имеет. Ольга Сергеевна, 50%. Константин Вячеславович, одна. Добрый день. Оксана Мироновна, 10. Еще, 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 друзья, смелее включайтесь, пожалуйста. 100%, Алексей Иванович. Здорово. Вот смотрите, понятно, что кто-то начинает свой путь, кто-то, может, уже дописывает диссертацию, да? Но на самом деле, если мы с вами просто возьмем и представим связку, количество и календарного периода, сколько требуется для того, чтобы опубликовать, даже просто минимальное требование, 15 публикаций на докторскую диссертацию, понятно, что это и так непросто. Поэтому сказать, что вот завтра, послезавтра или в конце года увеличится это количество, я не ставлю на такое увеличение. Думаю, что это все останется. Но что у нас с вами меняется? Значит, во-первых, у нас постоянно меняется сам перечень журналов ВАГ. Он меняется с достаточной регулярностью, и сейчас за ним следить немножечко стало сложнее. Почему? Потому что раньше этот перечень менялся, с одной стороны, он менялся чаще, но с другой стороны, вы его могли скопировать себе и там наблюдать какие-то изменения, да, вообще, что происходит с этим перечнем. Сейчас этот перечень вообще, в принципе, ВАГ стремится к интерактивности, к тому, чтобы мы на сайт чаще заходили, осведомлялись и так далее, да? Сейчас этот перечень есть в том и в другом варианте, соответственно, что касается количества изданий, в действующем перечне ВАГ содержится 2391 издание. И я, вспоминая нашу прошлую встречу, в начале того учебного года мы говорили тоже об изменениях, я давала вам другие цифры. И мы говорили о том, что ВАГ занимается чисткой журналов и, скорее всего, количество изданий резко изменится в сторону уменьшения. Вот я для справки вам сохранила количество изданий, которое в прошлый наш вебинар я вам называла. То есть их было 2312. То есть количество изданий не изменилось катастрофически в сторону уменьшения. Они даже увеличиваются. Почему? Ну, потому что это процесс, который, что называется, разнонаправленный. Одни журналы, которые там испортили себе репутацию, они исчезают из списка. Другие журналы, которые только заходят в этот список, да, они стараются все-таки как-то соблюдать те регламенты, которые для них дает ВАГ, и, соответственно, в этом списке удерживаются. Поэтому вот как бы трагедии с изменением перечня изданий, которые то есть там, то нет, с одной стороны нет, с другой стороны очевидно, что представляем ситуацию, у вас есть публикация в конкретном журнале, и вдруг раз он перестал быть ВАГовским. Кстати, друзья, вот если вы опубликовались в ВАГовском журнале, а потом прошло время, и он перестал быть ВАГовским, напишите, пожалуйста, в чате ваше экспертное мнение, потому что сегодня у нас вообще такая продвинутая аудитория, я понимаю. Эта публикация будет считаться ВАГовской или нет? Опубликовались, когда журнал был ВАГовским, теперь он не ВАГовский. Вопрос, будет ли публикация считаться ВАГовской? Да, нет, да, нет, нет, да, если на тот момент был ВАГовским, то ВАГовским остается, да, учитывается момент публикации. Замечательно, вот я не случайно сказала, что у нас сегодня аудитория продвинутая. Да, друзья, на самом деле, вот Татьяна Ивановна правее всех, что называется, оказалось, да, на самом деле ВАГ не дает таких разъяснений. Вот официального документа, который бы пояснял, будет она, не будет эта публикация считаться ВАГовской, по крайней мере, я таким документом не владею, если он у вас есть, я буду счастлива, если вы со мной им поделитесь. Но, как вот я говорила, да, есть требования ВАГ писанные, а есть некоторые там требования, которые нигде не зафиксированы, но они работают. Так вот, диссертационные советы и ВАГ потом, когда проводит экспертизу вашей диссертации, считает эти публикации ВАГовскими. То есть, учитывается момент статуса журнала, в который вы попадали, где опубликована ваша статья. Поэтому нам очень важно понимать, на момент публикации имел он этот статус или нет. Что касается международных баз данных. Обращаю ваше внимание, я не случайно скрин делала по поводу требований ВАГ, там не написано, что у нас должны быть публикации в международных базах данных. Нет там такого положения и сейчас слова. Там есть очень обтекаемая формулировка, которая... Татьяна Геннадьевна, больная тема. У нас сегодня вообще сплошная тема, вся болезненная. Алексей Иванович у нас на всяких случаев вычеркивает. Вот, 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 это то, о чем я и говорила. То есть, если диссертационный совет на всякий случай не хочет сомневаться, да, то он вычеркивает. И поэтому, когда мы с вами... В прошлом году у нас был с вами вебинар по публикациям, мы говорили, обязательно нужно иметь запас. Например, если докторантам надо 15 по своей специальности, делайте, чтобы у вас было там 17 или 18. Мало ли, вдруг у вас в диссовете вычеркнут, чтобы вы остались при том нормативе, который необходим. Поэтому вот по ВАГовским публикациям однозначный запас должен быть. Ну, вы сами определяете, какой он. Что касается международных баз данных, значит, сейчас, на текущий момент, в положении присуждения ученых степеней, речь идет просто о рецензируемых изданиях, которые ВАГ размещает на сайте. Но если вы зайдете на сайт и посмотрите перечни, которые там размещены, вы увидите два вида перечней. С одной стороны, это перечень журналов, рецензируемых ВАГ, с другой стороны, это перечень российских журналов, которые входят в международный баз данных. То есть, как бы нам намекают на то, что, вообще говоря, неплохо было бы иметь там публикации. Ну, пока на текущий момент нам намекают, но я сейчас вас кого-то расстрою, может быть, кого-то порадую, потому что дело, в общем, намеки закончились. Уже есть конкретные рекомендации, сейчас о них поговорим. Итак, что касается Скопус, это один из вариантов, где мы можем опубликоваться. Сегодня у нас не посвящена наша встреча публикациям, поэтому я на этом подробно останавливаться не буду. Я просто хочу вам, опять же, показать динамику. То есть, посмотрите, что у нас происходит. Количество российских журналов, которые индексируются в Скопус, выросло с прошлого года, с прошлой нашей встречи, да, за вот этот период. Что касается исключенных изданий из Скопуса, их тоже количество увеличилось. Соответственно, что мы с вами должны понимать? Уж если мы с вами перечень ВАГ, можем посмотреть на сайте ВАГ, выбрать там журнал, посмотреть, он есть или нет, то еще больше внимания мы должны с вами уделять, если вы решили и если вам нужно иметь публикацию в международной базе данных. Я рекомендую вам очень внимательно проверять статус издания. Статус издания. Потому что Скопус тоже чистит свои издания. И, в общем, те издания, которые вызывают у него напряжение, непонимание или непрозрачность какой-то деятельности, то, естественно, они оттуда исключаются. Что касается международных баз данных, вот о чем я вам говорила. Вот информация с сайта ВАГ. Есть такая информация, то есть есть списочек. Вы его можете скачать спокойно и этим списком пользоваться. Я сегодня хотела загрузить все списки, которые я для вас подготовила в вебинарную комнату, но к началу вебинара у меня прогрузился только один список. Поэтому, если я сегодня здесь не смогу их вам дать в конце нашей встречи, то просто я вам дам адрес, куда вы пройдете, и там эта вся информация будет выложена. Второе, что имеет смысл понимать для себя, что с Копусом вообще все не ограничивается. Есть куча, на самом деле, международных баз данных. В курсе мы об этом говорим. Я даю эти ссылки на эти базы данных для того, чтобы вы могли разобраться и посмотреть, что по вашей специальности, куда вы могли бы подать свою публикацию. Но, как минимум, еще один разрекламированный. И сейчас у нас в университетах нам говорят или Скопус, или Web of Science. Соответственно, если мы говорим про Web of Science, мы тоже можем найти перечни журналов, которые индексируются в этой базе данных. Соответственно, там тоже есть и российские журналы. И я вам на слайде привела ссылочки. Опять же, если ссылки не прогрузятся, я в группе размещу их. Вы можете там взять все ссылки в активном варианте, в кликабельном варианте. То есть, пожалуйста, опять же, мы не просто выбираем, но мы еще проверяем журнал, уже он в этом статусе, или вдруг он уже его потерял. Почему я обращаю ваше внимание особенно на именно международные базы данных? Но, на самом деле, недавно я была на вебинаре, который был вообще-то для редакторов научных журналов. Но поскольку мне эта тема интересна, я с удовольствием поприсутствовала на вебинаре коллег. И там предоставлялась замечательная информация о том, что у нас происходит с публикациями. И оказывается, что у нас есть вузы, которые масштабно принимают участие в международных публикациях, но не в изданиях, вот таких вот журналах, то есть периодических изданиях, а именно в формате конференций. И, собственно говоря, уже вот эта вот сеть конференций международных, она превращается в такое подобие мусорных изданий. И вот коллеги приводили статистику по этому поводу. Ну, мы когда с вами будем о публикациях говорить на определенном вебинаре нашем, я там вам расскажу более подробно. предостерегали от того, чтобы вот так вот, знаете, вот нужна публикация, и мы там платим деньги и участвуем в этих международных публикациях. Сегодня она еще международная, через некоторое время она перестала быть международной. Поэтому здесь, конечно, и соответственно, не международная, прошу прощения, а перестала индексироваться в базе, да. Поэтому здесь вот еще больше внимания, потому что если вы участвуете в платной конференции, то это существенные ваши затраты. Это не тысячи, не две тысячи рублей, это десятки тысяч рублей. Поэтому тут нужно, конечно, быть более внимательным. Что касается изданий РИНС, которые входят в российский индекс научного цитирования. На самом деле у ВАГ нет регламента, сколько у вас должно быть публикаций в этих изданиях. И что мы знаем про РИНС? Мы знаем, что все издания, которые являются ваковскими, они автоматически являлись, как бы попадали в РИНС, и, соответственно, это было что-то такое, некоторое обязательное требование. И вот с этой информацией мы по сей день жили. На самом деле ситуация изменилась, и я сегодня об этом расскажу. Несмотря на то, что РИНС – это огромная база, где очень много журналов, непериодических изданий, соответственно, статей, много авторов. Для нас с вами это еще инструмент РИНС мы можем наблюдать на e-library, на известном нам сайте. Соответственно, это для нас еще инструмент анализа своей публикационной активности, но об этом опять не сегодня. Что касается изменений требований, что с публикацией у нас происходит? Во-первых, это то, о чем вы говорили про больную тему, скорее всего, сейчас кто-то совсем-совсем расстроится. Дело все в том, что вот это вам скрин из рекомендаций ВАГ, то есть это принятый документ, подписанный. Любые рекомендации, которые принимает ВАГ, они через определенное время приобретают характер нормативного документа. Соответственно, пока на текущий момент вот этих требований, видите, мы в положении с вами не увидели, я скрин вам давала, но рекомендации не просто уже подписаны, вы видите, здесь даже годы обозначены. Верхнее подчеркивание, верхняя красная линия нам показывает, что ожидать докторантам. Все присутствующие докторанты, зная свою специальность, сейчас могут оценить вообще, что там необходимо. Если мы говорим про конкретные специальные физико-математические, химические, биологические науки, то здесь уже все прописано в качестве рекомендации, и даже срок, после которого считать эти требования необходимо, грубо говоря, год всего остался, потому что 1 сентября 2020 года, в общем-то, это очень близко. И уже по техническим, медицинским, аграрным наукам мы видим, что позднее вводится на полгода это требование, и по гуманитарным, общественным, социально значимым наукам срок такой же, количество меньше. И вы видите, что если у нас в первых двух категориях определены, где, в каком качестве, то есть уровень журнала определен, то, соответственно, по гуманитарным, общественным, социально значимым наукам просто количественное ограничение рекомендовано. Почему? Потому что попасть в журналы такого уровня в рамках этих исследовательских, исследованиях в этих науках, областях наук достаточно сложно, но, что называется, надо к этому стремиться, но это дело времени. Ну и вы видите, по кандидатским диссертациям планируется ввести ограничения. Пока, друзья, пока, прямо в этом документе, ниже я просто не стала засорять слайды, я вам это озвучу, что пока решено вот по этим трем областям наук ввести ограничения, одну публикацию, и видите, срок у нас. Александр Федорович, я вижу, что вы задали вопрос, я чуть позже вернусь к чату и на него отвечу. Хорошо, чтобы не потерять логику. Значит, по кандидатским пока определены три области, в которых будет введено это требование, но рекомендации ВАК содержат как бы рекомендацию продумать, каким образом, какое количество, какие будут подключаться науки, в какой последовательности, да, и, в общем-то, мы видим, что конкретика, друзья, конкретика, да, даже по датам. И если мы сейчас говорим о кандидатских, то, может быть, кандидатскую, и если вы, допустим, начинаете писать, то вы еще успеете проскочить в это время, все-таки 21 год, это не завтра. Но если мы говорим про докторскую, и вы начинаете только писать, да, то, соответственно, как бы вот, ну, надо это учитывать заранее, да, уже с пониманием того, что, допустим, если вы пишете там по медицинским наукам, не просто искать возможность попубликовать свою работу, а опубликовать в изданиях, соответствующих тем требованиям, которые мы с вами видим. Поэтому, безусловно, здесь вот эта информация, это максимально полезная информация, которую нужно взять на вооружение, использовать прям, грубо говоря, с завтрашнего дня, озадачиться, кому это актуально, этими вопросами. И, конечно, коллеги, я просто советую, мы друг другу добрые друзья, со своими коллегами поделитесь такой информацией, потому что, к сожалению, на сайте ВАК очень сложно что-либо отыскать, и вот эти какие-то регламенты нужно прямо, не знаю, искать и искать. Понимаешь, что вам некогда этим заниматься, поэтому я и веду такую работу. Значит, что касается изменения в самом перечне ВАК, эти изменения начали так активно происходить в связи с тем, что этот перечень стали мониторить, его начали проверять, вообще работу этих изданий, вдруг на эту работу начали обращать внимание. И, соответственно, когда это началось, опять же, не вчера, это не в прошлом году, это я вам просто наиболее свежие вещи говорю, да, и результаты мониторинга первого мы видели за 2016 год вообще-то, и когда мы посмотрели, вот когда мониторинг в 2018 году был, то качество изданий, которые были в этом перечне, вызывало как бы удивление, потому что экспертные оценки были таковы, что очень много журналов получило более 50% отрицательных отзывов от экспертов. И, конечно, нужно было что-то менять, начали вводить критерии, которые, при которых журнал может быть исключен из перечня, и, в общем, вот этот процесс, он продолжается. И, если раньше, вспомните, пожалуйста, друзья, мы, например, с вами еще несколько лет назад, мы выбирали с вами издание для публикации своих результатов, и мы просто ориентировались, что вот этот журнал, ну, допустим, я доктор экономических наук, я ориентируюсь на журналы по экономике. И я вижу, что этот журнал, он ваковский, по 08-00, да, то есть он как бы по специальности, вот такой широкой, по группе специальностей. Но сейчас такая ситуация, не то, что невозможна, ну, она и невозможна, и нежелательна. То есть мы с вами должны обращать внимание, что за каждым журналом закреплена конкретная специальность, или их, может быть, несколько, по которым он является ваковским. И вы свою специальность должны найти среди этого списка. И если этот журнал не содержит шифр вашей специальности, значит, для вас он не ваковский. И вот в конце 2018 года был выпущен перечень ВАК еще как бы старый, скажем так, да, второй старый, потому что первый старый список, как мы его называем, он в 2015 году был. А вот теперь у нас есть список, который в конце 2018 года был, без специальностей, а сейчас, который действует, он уже вот с этими специальностями, закрепленными за конкретным журналом. Это очень важно, учитывайте в некоторых диссертационных советах, я тоже знаю от участников моих программ, что не засчитывают те публикации, которые не по специальности. Вот если шифр не ваш, значит, публикация не будет засчитана. Что касается 2019 года, да, не происходит успокоения по этому перечню, и что здесь происходит. Ну, тут я не берусь судить, кто прав, кто виноват, я сообщаю только информацию. Значит, произошла следующая ситуация, она началась еще в прошлом году. Значит, РИНС активно взялся за чистку своих изданий, очень много изданий оттуда было убрано, более 300 в прошлом году, и, соответственно, некоторые из этих изданий оказались ваковскими. И получилась ситуация, что ВАК, их считая качественными, внес в свой перечень. А РИНС, определив, что они некачественные, убрал из своего перечня. И вот согласованности между действиями этих двух структур не произошло. И вот эта вот закономерность, о которой мы с вами говорили, что если журнал ваковский, то он уже железно входит в РИНС, вот она как бы начала теряться, потому что получается, что журнал выпадает из перечня ВАК не по решению ВАК, а потому что РИНС его удалил из своего, из своей базы цитирования. И что произошло? И в этом году, в этом году, это решение 19-го года ВАК разрешил, разрешил, да, изданиям, которые не входят в РИНС, но входят в перечень ВАК, как бы сохранить свой статус. То есть теперь это не обязательно, чтобы журнал, который есть в перечне ВАК, чтобы он обязательно индексировался в РИНС. Вот эта мысль понятна, достаточно я ее проговорила. Вот чтобы вы теперь не путались, то есть ваш ВАКовский журнал совершенно спокойно может не индексироваться в РИНС. Это вот с этого с 19-го года. Следующий момент. Значит, раз теперь они разделились, скажем так, да, то есть у них вот есть некое такое непонимание, наша задача с вами курировать их отдельно. То есть если раньше достаточно было посмотреть на сайт ВАК и получить ответ на вопрос, да, что все нормально, то сейчас имеет смысл посмотреть еще и на сайт РИНС и увидеть вообще там какие-то движения происходят с журналами или нет. И если в 18-м году было удалено из РИНС более 300 изданий, то уже в 2019-м году исключены 43 журнала. я сейчас не касаюсь вопросов формирования индекса Хирша, да, там вот нашего цитирования и так далее. Кстати, об этом нужно вообще когда-нибудь поговорить. Друзья, я помню, что у нас есть два этих вопроса, я к ним вернусь, чтобы я вот эту вот мысль не забыла. Именно в контексте подготовки диссертации включитесь пожалуйста максимально сейчас в чат, друзья, чтобы я понимала нужно нам запланировать такую встречу или нет. Если у нас из 50 человек только 6 считают, что да, то наверное не нужно. Еще желательно. Ну то есть в принципе это было бы неплохо сделать. Хорошо, благодарю, я продумаю этот момент. потому что безусловно как бы это все вроде самим можно в этом все разобраться, но можно говорить об этом и самим. Ну и кроме того есть журналы, которые из Ринс пока не удалены, но по мнению Ринса это журналы типа плохие. Да, как решила Ринс судьбу этих журналов? Очень просто, оно рекомендовало этим журналам предоставлять рецензии в Ринс. То есть ведь основная проблема в том, что журналы как бы непонятно проверяют они, не проверяют качество статей. И вот теперь они должны эти рецензии предоставлять. То есть на эти журналы тоже имеет смысл внимательно посмотреть и стоит ли там публиковаться, где они вообще, в том или в другом перечне, для того, чтобы не запутаться. То есть сейчас запутаться в связи вот с этим разладом стало проще. Поэтому проверить свое издание стало сложнее. Что касается публикаций, друзья, сейчас, пожалуйста, задавайте вопросы, а я вернусь к тем вопросам, которые были заданы. Александр Федорович, да, я знакома с этими рекомендациями. На самом деле вы мне так, друзья, задаете вопрос, как будто я их по номерам помню. Я не настолько просто по названию поняла, о чем. На самом деле мы сегодня чуть-чуть об этом поговорим даже, да. Какой может быть мой комментарий? Мы ничего изменить не можем. Простой у меня комментарий. То есть, к сожалению, те правила игры, которые нам с вами задаются, они могут нам нравиться или не нравиться. Но если мы с вами поставили перед собой задачу защитить диссертацию, мы вынуждены как-то вписываться в эти правила. И вообще, может быть, даже, кстати, имеет смысл поговорить об этих правилах тоже. Я обязательно найду тему, в которой уместно будет это сделать. Правильно ли я поняла, что публикации сборников трудов конференции Скопус не будут включены только журналы? Ольга Сергеевна, не совсем. То есть, если материалы конференции сохранили свой статус и они индексируются в Скопусе, то все в порядке. Если же они не индексируются, то, да, непорядок. Поэтому здесь лучше... А очистки подвергаются именно... Да, они не активны, Константин Вячеславович, я ей говорю, что я сделаю документ, в котором будут все эти ссылки активны, и вам его предоставлю. Я хотела его предоставить сейчас после вебинара, но у меня почему-то не загрузились ни перечни, ни список. Поэтому сделаю, видимо, это в группе. Поэтому по публикациям, вот, по крайней мере, то, что происходит с требованиями опубликоваться в международных базах данных, мы видим уже конкретную этику. И вот этот вот разлад, который сейчас возникает, это нам хуже от этого становится, потому что мы начинаем путаться, а нам путаться нельзя. Так, если подытожить, спрашивает Ольга Викторовна, то кроме публикации в изданиях рекомендую, можно ли публикации? Ну, мы сейчас только об этом говорили, да, что можно, особенно, и нужно для тех, кто пишет докторскую, потому что вы видите, что регламент уже, ну, вот он может, в декабре он будет принят, то есть следующую встречу президиума ВАГ или там совет ВАГ, они примут это решение, ну, через встречу они примут, то есть раз уж рекомендации до такой степени подробно придуманы, ну, значит, они уже будут приняты в жизнь. Поэтому, если у вас докторская по определенным специальностям, да, конечно, нужно уже заранее делать и не ждать, пока это решение будет принято, потому что опубликоваться в таких изданиях крайне сложно. Что касается оптимизации, в итоге нужны только ВАГовские. Константин Вячеславович, на данный момент по регламенту, да, пока нужны ВАГовские 15-17, но 15 это минимум я не рекомендую, обязательно рекомендую иметь запас, ну, кроме того, понятно, что ВАГ имеет в виду, что это не единственные ваши публикации, конечно, мы публикуемся, ну, в материалах конференции, в журналах, которые просто научно индексируются в РИНС, да, то есть какие-то еще просто публикации у нас тоже должны быть, посмотрите специфику своей специальности, сколько из дополнительных этих публикаций должно быть, регламента такого нет, но как бы диссертационные советы понятно исходят из того, что ВАГовские публикации не единственные у автора. Друзья, давайте, так, еще вопрос, можно узнать ваше личное мнение по поводу автономного статуса нашего, соблюдать автономным статусом, давайте мы сейчас как раз вот перейдем к диссертационным советам, Татьяна Геннадьевна, я там как бы свою позицию озвучу, раз бы про защиту и про некую такую самостоятельность, да, значит, что у нас происходит вообще с диссертационными советами, тема не менее больная, чем публикации, потому что от этого зависит итоговый результат, то есть, конечно, опубликоваться это замечательно, работу написать это замечательно, но неплохо было бы найти место, где вы ее защитите, поэтому очевидно, что диссертационный совет нам необходим, без него мы ничего не сможем получить, по крайней мере, свою корочку, ради которой мы проводим такой длительный путь и стремимся получить статус новый для себя. Вот сейчас диссертационные советы, это не изменилось, в этом году все продолжается, поэтому пока о том, что есть, а потом о том, что меняется, да, значит, у нас параллельно продолжают существовать два типа диссертационных советов. первый тип диссертационных советов, это деятельность, которых регламентирует само министерство, это, скажем так, старые советы, которые все время существовали, которые мы знаем, перечень которых размещается на сайте ВАК и так далее, вот это про них речь. Ну и параллельно с ними мы знаем вот этот эксперимент, он, я вам скажу, друзья, не просто продолжается, у нас есть советы, которым предоставили право самостоятельно присуждать ученые степени. Им вообще не только это право, им много прав предоставили, но я так вот, чтобы всем было понятно, о каких советах идет речь. То есть это советы, которые мало того, что устанавливают свои регламенты, которые нужно удовлетворить, кроме того, у них будут свои дипломы, и соответственно, вы будете получать корочку, на которой будет написано не просто доктор экономических наук, например, как у меня, а у вас будет написано доктор экономических или там каких-то наук такого-то, такого-то университета. Соответственно, это официальный статус, безусловно, диплома, но возникает вопрос, вот который в чате у нас и возник, вообще стоит ли, не стоит ли, что лучше, что хуже. Друзья, мне здесь сложно сказать, я могу действительно высказывать только свою позицию. что это зависит от нескольких обстоятельств. Во-первых, в диссертационных советах, которые самостоятельно присуждают ученые степени, другие требования. Вы это должны понимать. И если вы, читая эти требования, понимаете, что вы можете этим требованиям соответствовать, ну, значит, у вас есть выбор, вы как бы выбираете между тем и другим. А если вы, просто читая их регламент, понимаете, что вы не сможете удовлетворить их требованиям, то у вас вообще нет выбора. Ну, например, конкретный пример. Есть диссертационные советы, в которых самостоятельно присуждающие ученые степени, в которых защита происходит на английском языке. Но если вы не говорите на английском языке, если у вас уровень владения языком не такой, ну, как бы вы не хотели защититься в этом диссертационном совете, ну, значит, либо вы решаете там защищаться, но еще дополнительно учите иностранный язык для этого, либо вы выбираете другой диссертационный совет. Поэтому первое, отвечая на ваш вопрос, все зависит от ваших возможностей и готовности, да, потому что там другие требования, совсем могут быть другие требования, и они однозначно выше, потому что ВАГ, наделяя их таким правом, в своих регламентах четко прописал, что там требования должны быть не ниже, то есть либо такие же, либо дополнительно, более высокие. Значит, поэтому вот это первое, на что нужно обратить внимание. Ну, а уже второе, будет котироваться этот диплом или не будет котироваться этот диплом. Друзья, если мы говорим о тех учебных заведениях, которые имеют давнюю историю, они там у нас имеют какой-то статус в обществе, да, ну, наверное, этот диплом будет котироваться. Тут сложно сказать. А если же мы говорим о каком-то ну, просто вузе, да, который может быть даже, ну, я сейчас не хочу конкретные примеры приводить, ну, например, коллеги, проводившие вебинар по международным вот этим изданиям, приводили конкретные примеры, честно говоря, была удивлена, что мне казалось, что там все в порядке, да, тут вот как-то не совсем все хорошо оказалось. Вот, поэтому ваш выбор безусловный, я не сожалею, что в то время, когда я защищала докторскую диссертацию, у меня не было выбора. Если бы я ее сейчас защищала, я бы все-таки, наверное, предпочла защищать в совете, в старом совете, скажем так, в понятном мне совете. Значит, что касается действующих советов, что здесь происходит, друзья, здесь вообще в ближайшее время нас ждет невероятное, а сколько сейчас самостоятельных советов? Сейчас Алексей Иванович, как раз мы к этому и подходим. Значит, на самом деле, вот так называемых старых советов, да, то есть тех, кого регламентирует ВАГ, их сейчас на данный момент 1680. Сейчас деятельность советов стала отслеживать очень неудобно, поэтому, что называется, милости просим, смотрите мои материалы, я им делюсь, потому что сейчас эти действующие советы находятся только в интерактивном перечне ВАГ. И если раньше мы этот перечень могли с вами скачать с сайта там в формате PDF и пользоваться этим списком по своему усмотрению, мы могли видеть сколько там советов и так далее, да, то сейчас, поскольку список интерактивный, вы получаете выборку только из там 20, по-моему, записей, на экране, и вы даже не понимаете, сколько в текущий момент там этих советов. То есть этим вопросом надо отдельно озадачиться. Ну и кроме того, опять же, для справки, да, я обещала сравнивать вот эти показатели, что за год с нашего прошлого вебинара на эту тему произошло, тоже с сентябрьского. Вот вы видите, то есть сейчас у нас 1680 советов, на тот момент 5 сентября у нас было 1940. То есть мы видим, что количество советов сократилось, сократилось, причем существенно. Если мы говорим о самостоятельных советах, я начала свою мысль с того, что этот эксперимент и он не просто эксперимент, то есть он будет продолжен. Так вот, в 17-м еще году было принято решение, что 19 образовательных организаций, 4 научные организации, вот отвечая на вопрос Алексея Ивановича, то есть у нас получается 23 организации могут присуждать степень самостоятельно, то есть у них особый режим присуждения ученой степени. Ну, естественно, НГУ и Санкт-Петербургский госуниверситет остались в особом статусе, о них я как бы не говорю. Что здесь происходит? То есть, с одной стороны, их не делили правом, и все, наверное, там порадовались, сказали, ой, здорово, здорово, потому что, ну, вроде бы, как ВАГ не должен их курировать, ну, по логике вещей раздали им право, вот они и делают. Но ВАГ все-таки отвечает за качество в принципе научного поля, я бы так сказала, внутри страны, поэтому в новых рекомендациях, в рекомендациях ВАГ 19-го года есть такая установка, что необходимо установить критерии, во-первых, определения отраслей наук, по которым организации могут создавать советы, то есть, если этому учреждению дали право присуждать ученые степень, это не значит, что он по любой отрасли наук может это делать, то есть, у них есть какие-то профили, и теперь будут обозначены, они уже, кстати, обозначены, я сейчас покажу это, они уже определены те отрасли наук, по которым каждая из этих организаций имеет право создавать советы, по другим отраслям наук не имеют права. Кроме того, ой, что тут у меня повторился этот пункт, но ничего страшного, кроме того, ВАГ принял решение о проведении мониторинга деятельности вот этих советов, то есть, если старенькие советы у нас регулярно мониторятся, это нам не сообщают результаты, но я тем не менее сегодня о результатах скажу, немножко вас еще может быть расстрою, а может быть просто вооружу информацией, но как бы деятельность этих советов вроде бы как никто не изучал и вроде они только начали формироваться, что там изучать, но тем не менее уже есть некоторое недовольство со стороны ВАГ деятельности некоторых этих организаций и поэтому все-таки там начинают закручивать гайки и поэтому вот с этими советами с одной стороны вроде бы еще как бы не устоялось, не нормализовалось этой ситуации, а с другой стороны ВАГ уже собирает как бы с вузов те, которые хотят присоединиться к этому проекту и самостоятельно выдавать, присуждать ученые степени, собирает вот эти вот пожелания, грубо говоря, да, ну естественно там целая форма есть для того, чтобы подать такое заявление организация могла, но тем не менее, то есть этот проект расширяется, его будут дальше увеличивать это количество этих организаций, его будут распространять на другие организации научные и образовательные. Поэтому, что нам важно с вами? Нам важно не просто понимать, допустим, вы работаете в ВУЗе, этот ВУЗ самостоятельно присуждает ученые степени, важно понять по вашей отрасли знаний это так или он просто по другим может, да, ну и естественно мы должны понимать, что в тех, которые советы старенькие, мы читаем положение о присуждении ученых степеней, которые у нас есть в свободном доступе, не проблема его прочитать, и там более-менее все критерии и требования понятны, ну частично там не совсем понятны, но тем не менее, то требования организации, вот такого, который учредитель самостоятельного совета, естественно мы должны смотреть только на сайте этой организации, никакими общими требованиями мы не руководствуемся. Что происходит с диссертационными советами? Я уже говорила, что у нас действует дорожная карта, то есть принят документ, который регламентирует, ну я бы так сказала, назовем это оптимизацию, да, то есть то, как они должны действовать, диссертационные советы, каким критерием, каким критериальным значением они должны удовлетворять эти значения установлены, и соответственно это карта, то есть критерии были установлены настолько высокие, что диссертационные советы были не готовы к нужным датам удовлетворять этим требованиям, и поэтому дорожная карта это немножечко пролонгировано, и в общем-то вот мы с вами до конца 19-го года будем наблюдать, что будет происходить дальше, то есть эти изменения, вот те, о которых я сейчас говорю, это не конечные изменения, то, что мы сейчас наблюдаем. Значит, как эта дорожная карта работает? Эта дорожная карта работает следующим образом, напротив каждого критерия установлено, то есть критерии установлено критериальное значение, 90% или 70% должен диссертационный совет иметь, и установлена дата, которой диссовет должен достигнуть этого показателя. Так вот, на данный момент, на данный момент, в 18-м году был проведен мониторинг и определено, что 150 советов не достигли первого критериального значения, которое установлено в этой дорожной карте. Второе значение, которое установлено на уровне 70%, сейчас не тема, вот я не буду объяснять, что это за критерий, то есть, поверьте мне, что это два принципиально важных критерия, просто не хочу сейчас ваше время отвлекать, и 700 советов, 700, друзья, это не опечатка, это не ошибка, это данные, некоторые мне привиделись, это данные из официального перечня этих диссертационных советов, то есть, я вам могу сказать, какие туда входят, какие нет, ну, не наизусть, естественно, да, то есть, 700 диссертационных советов не выполнили это критериальное значение, к тому моменту, когда должны были выполнить, ну, и есть еще диссертационные советы, которые не выполнили ни первый, ни второй, то есть, не достигли ни того, ни другого, их 71 совет, то есть, на данный момент времени у нас 921 диссертационный совет, я так в кавычках написала, имеет проблемы, то есть, в принципе, он как бы в рамке этой дорожной карты как бы не вписался, кто помнит предыдущий слайд, я показывала, сколько у нас сейчас действующих советов на текущий момент, ну, так, чтобы мы с вами примерно сравнили, какой процент это от всех советов, кто помнит, Оксана Миронна просто молодец, Ольга Николаевна тоже, 1680, друзья, я не хочу вас пугать, значит, что касается судьбы этих советов, значит, ни в коем случае я не хочу сказать, что они завтра закроются, или все эти советы плохие, или еще что-то, может быть, критерии завышены, а советы нормальные, да, мы сейчас не про это рассуждаем, мы просто говорим о том, что выбор диссертационного совета стал очень важной задачей, то есть, чтобы вы понимали, что вы выбираете тот совет, который выстоит, поэтому вот здесь очень внимательно, более того, по рекомендациям ВАГ нет такого, что эти советы нужно закрыть, то есть, им дают возможность выполнять эту карту, дорожную карту до конца, а вот там будут приниматься определенные решения, и поэтому здесь как бы видно будет, что кого ждет. Пока тут прогнозы какие-то рано говорить, но опять же, что мы можем сказать, вот эти 71 совет, который ни то, ни другое не выполнил, но очевидно, что у них проблемы больше, чем у всех других. Ну и с другой стороны, мы понимаем, что, например, надо было 70% выполнить, но если 69%, то 70% не выполнил, совет сюда попал. То есть, может быть, он там за оставшиеся месяцы все наверстает, и все будет прекрасно. То есть, эта информация не из серии, чтобы вас запугать, а из серии для того, чтобы привлечь ваше внимание к этой ситуации. Костяк Вячеславович, где посмотреть соответствие совета требования? Соответствие, то есть, какой у него сейчас процент у этого совета, такой информации вы не найдете. Вы можете найти информацию только о том, что этот совет вошел в этот перечень, а какой у него процент по 2018 году такого перечня нам ВАГ не предоставляет. Ну и вот, что называется, посмотреть на скорость изменений. Опять же, в прошлом году большое изменение было буквально прям помесячно, и я специально сделала слайд для того, чтобы было понятно, что меньше, чем за месяц раньше 20 с лишним советов теряли свой статус, то сейчас у нас картинка такая. В любом случае, она совсем так не очень-то радует. Но видите, опять мы не можем сказать, что нам прям совсем как-то ухудшают поле, потому что они же хотят самостоятельные советы развить, то есть какой-то новый баланс вот этот создать. Вот, собственно говоря, тот регламент новой научной аттестации, вот они вот в этом смысле хотят поменять. Но ясное дело, что если 921 совет имеет проблемы, то завтра 921 самостоятельный совет не возникнет. Это мы точно с вами должны понимать. перечень на ссылку. Ну, если надо, я тогда дам точно там же в группе, потому что я сейчас ее сходу вам просто не сюда в чат не найду. Значит, теперь смотрите, мало того, что мы продлиц-совет должны озадачиваться, нам еще один сюрприз готовит ВАК. Я не знаю, насколько он будет масштабным, этот сюрприз, но моя профессиональная обязанность, что называется, вас уведомить об этом. Значит, мы с вами, когда выбираем диссертационный совет, мы с вами выбираем, мы же с вами готовим диссертацию по определенной специальности, то есть у нее есть шифр, цифрки, да, и соответственно мы понимаем, в какой области наук мы получаем степень, кем мы потом будем, доктором или кандидатом каких наук, и соответственно мы знаем, вот что такое вообще специальность, да, это вот грубо говоря есть область исследования, это большой круг, а внутри этой области, допустим, экономика, да, внутри этой экономики выделена область, куда должно попасть мое исследование, ну, например, у меня защита была по региональной экономике, это суперспециальность 78005, и моя тема должна попасть вот в эту исследовательскую область. Если моя тема туда попадает, то соответственно я могу претендовать на ученую степень в этой области. Если нет, то значит у меня проблемы, значит мы на паспорт должны ориентироваться, и естественно вот это перечень специальностей, то есть номенклатура специальностей для нас тоже имеет значение. Так вот, что сейчас происходит? Друзья, опять вас немножко задерживаю, вы меня простите, если кому-то нужно бежать, что называется, я не обижусь, посмотрите, потом досмотрите в записи. Если есть возможность, буквально мне еще 10 минут, 7, может быть, 10 минут мне дайте. Значит, что уже изменяется по номенклатуре? В прошлый раз, когда мы с вами встречались, я вам говорила, что должны будут создаваться рабочие группы, и соответственно номенклатура специальности будет меняться. Так вот, уже после нашей встречи был принят приказ относительно того, что мы с вами только поговорили в сентябре, и вот в октябре уже было принято решение о том, что нам нужно менять ту номенклатуру, которая есть. Почему? Потому что она у нас действует очень давно, и соответственно первое, что меняется, это тем самостоятельным советом, которые могут давать ученые степени самостоятельно, установили соответствие области наук, вот то, что я вам говорила, да, то есть напротив каждого, каждой организации, которая имеет право выдавать самостоятельно, присуждать ученую степень, теперь мы видим, я вам кусочек таблички просто сделала скрин, мы видим конкретную область наук, в которой она это может делать. В других науках не может, даже если есть такие факультеты. То есть, вот это первое, где мы уже видим, что у нас специальность, да, каким-то образом начала закрепляться, и, в общем, мы уже ее начинаем чувствовать где-то. Ну, и второе, то, что на меня, например, больше тревожит, честно говоря, это вот тоже скрин из рекомендаций ВАГ относительно того, что у нас номенклатура научных специальностей устарела, что ее нужно поменять, что есть специальности, по которым вообще нет защиты, нет диссертационных советов, и что называется, зачем тогда они. Вот если они просто это удалят, как бы освежат, это одно дело. А если они вообще все перекраивать будут, то это, конечно, штука серьезная. Когда мы с вами об этом узнаем, то есть вот это уже рекомендации, принятые, подписанные, это уже действующий документ, то есть, что называется, процесс запущен. Эти рекомендации были приняты 26 июня, то есть это вот совсем свежий документ. до июля формировалась рабочая группа, вероятно, сейчас эта рабочая группа работает, и к следующему заседанию ВАКа нам должна предоставить вот этот проект новой номенклатуры, которая будет действовать уже после ее принятия. Что называется, ждемся. Будет ли к этому заседанию или к следующему заседанию, я, конечно, за этим вопросом слежу, я вас обязательно проинформирую, если это изменение, даже если она просто в виде проекта возникнет, я в группе обязательно об этом напишу, чтобы вы эту информацию знали. То есть здесь вот казалось бы, да, но я не выбираю, а с другой стороны может получиться ситуация, что при смене вот этой номенклатуры и смене шифра вашей специальности, возможно, какой-то совет перестанет вам соответствовать. Вот улавливаете, да, эту разницу, потому что диссертационный совет тоже не может проводить защиты по любой специальности, у него конкретная специальность, по которой он проводит защиты. Поэтому при изменении номенклатуры вся эта связка, она тоже будет изменяться, как еще пока непонятно. Ну, вот будем ждать вот этих вот изменений. Ну и что происходит непосредственно с защитой диссертации. Ну, в прошлом году с вами на нашем бебетаре аналогичном рассуждали на этот счет. Что касается текущей ситуации, пока действует положение присуждения ученых степеней. Но когда мы в прошлый раз встречались, у него была другая редакция. В этой новой редакции, которая была тоже после нашей уже встречи, на самом деле поменялось только название министерства и каких-то таких вот серьезных изменений нет. Что касается ГОСТа, который регламентирует конкретно как мы готовим диссертацию автореферат, он действует, несмотря на то, что он был принят в 2011 году. Что изменилось и что нужно учесть? Во-первых, изменилось в июле этого года, то есть, опять же, вот только-только произошло изменение ГОСТа, который рассказывает нам о том, как оформляется библиографическая запись. Я очень рада, что Татьяна Телегина уже вот ближайший Павел Юрьевич анонсировал вебинар, ближайший из трех вебинаров посвятит вот этой теме. Поэтому я настоятельно, друзья, всем вам рекомендую прийти на вебинар Татьяны, потому что это очень важно, понимать вообще, как и что происходит. Сам ГОСТ, ссылочка на него есть, но опять же, она здесь неактивная, я вам ссылочки, как и обещала, выложу в группе. Значит, что касается этого ГОСТа, вы Татьяну послушаете, ей вопросы зададите, и я думаю, что, как бы, что называется, с этим мы легко справимся. Но что еще изменяется, тоже я, к сожалению, так же, как про ГОСТ сегодня говорить не могу, так и про вот эти изменения, говорить не могу, но, возможно, в какой-то теме мы об этом поговорим. В феврале 2019 года утверждены целый перечень порядков, мер и требований, которые касаются обязательного экземпляра диссертации. то есть, когда вы напишите диссертацию, когда вы подойдите в диссертационный совет, у вас пройдет защита, вы ее потом будете отправлять в ВАГ, и, соответственно, вы будете отправлять обязательный экземпляр диссертации, вы это будете делать за собственный счет по этим требованиям, ну, собственно говоря, как это было и раньше, но сам порядок ваших действий, он изменился. Поэтому вот это тоже, вот особенно, кто у нас уже, ну, что называется, перед защитой находится, нужно обязательно вот на этот приказ обратить внимание, потому что вы уже в рамках новых требований действовали. Конечно, когда у нас начнется курс, Павел Юрьевич тоже в начале нашей встречи анонсировал, что помимо у нас вебинаров в учебном году планируется курс, он проходил в прошлом году два раза, это технология подготовки успешной диссертации. Естественно, все абсолютные изменения, которые произойдут к началу курса, они все будут в курс внесены и всю нормативку новую каждый участник как всегда получит, вы будете полностью вооружены. Но, естественно, нормативка изменяется с такой скоростью, что это просто, что называется, нам бы так быстро работать над диссертацией, как они работают над изменением требований. Что касается ожиданий, да, то есть эти ожидания, они повисли с прошлого года, что называется, в воздухе, обязательность защиты нам обещали, но пока мы вроде бы ничего такого конкретного не слышим, но тема не снята с обсуждения, да, вот она вот где-то просто зависла. Требования к публикациям, их качество уже есть, начало, да, то есть сегодня проговорила об этом, что в международных базах, во-первых, и указаны журналы, конкретные, да, уровень журнала. Кроме того, в прошлый раз я говорила о том, что я жду, что ужесточится требование к обоснованию практической значимости, то есть не просто акты внедрения, а что-то более серьезное, но вот пока мой прогноз не реализовался, может быть, пока не до этого, надо хотя бы с публикациями разобраться и с самой диссертацией, но я не снимаю это со своих ожиданий, то есть я полагаю, что это будет, потому что в странах, которые рядом с нами, наши бывшие, ближайшие наши зарубежья, так называемые, да, там эта ситуация имеет место быть и я думаю, что мы недолго будем в таком вот подвешенном состоянии находиться. Кроме того, то, о чем я вам сказала, это уже не ожидание, а это уже тоже реальность, то есть мы ожидаем, что вот этот перечень организаций, которые дают сами ученую степень, он расширится, так это мы уже точно можем сказать, что процесс запущен, потому что уже запрос от новых организаций в АКВА вовсю принимает, по-моему, даже уже сейчас не принимают, они, по-моему, летом принимали. Ну и по поводу повышения прозрачности процедуры защиты мы тоже с вами в прошлый раз обсуждали, пока это нигде не зафиксировано, но я тоже не снимаю этого прогноза, он будет. По поводу того, я думаю, что это будет принято такое решение, что мало того, что как сейчас у нас есть требования по аудио- и видеозаписи во время защиты диссертации, я думаю, что рано или поздно защита будет проходить в режиме онлайн, то есть каждый диссертационный совет будет, ну там, я не знаю, по Ютубу или где угодно, какими-то другими техническими средствами вещать защиту в режиме онлайн, не просто запись, потому что мы вот с вами запись не можем посмотреть, да, то есть по желанию кто-то выложил, мы увидим, не выложил, мы увидим, а вот если это онлайн и эта запись висит, то любой может посмотреть, вот в этом смысле прозрачность защиты, я думаю, будет увеличиваться, хотя сейчас пока как бы таких телодвижений в этом направлении я не вижу, но тем не менее логично было предупредить, как бы предусмотреть, что да, это так. Некоторые вузы это уже делают, но они делают это по собственному усмотрению, а я вот говорю именно о тех регламентах, которые жестко будут где-то прописаны. Тоже самый вопрос, как и в прошлом году возникает у нас с вами, что же нам делать? Ну, во-первых, не сдаваться, идти вперед, и в общем-то первое, что нужно делать, это следить за изменением требований, то есть чтобы вы были все время в курсе. Я сегодня не один раз сказала, что раз у меня перечни не загрузились, я их вам подсоединю в группе. Про какую группу идет речь, особенно те, кто новенькие. Это группы, которые я веду, это кратые группы на Фейсбуке и ВКонтакте, вы можете к ним присоединиться, это абсолютно бесплатно, и там посмотреть те материалы, которые я подгружу по результатам сегодняшнего вебинара и в принципе те материалы, которые там есть. Там есть информация о бесплатных публикациях, какие-то полезные вещи и так далее. Возможно, это вам будет полезно. Это не обязательно, это просто в качестве рекомендации. Но то, что следить за изменением требований, это нужно обязательно. Просто если вы присоединитесь к группе, я за вас это делаю, вам даю информацию, а так это придется делать вам. Второе, что обязательно мы с вами делаем. И чтобы мы не выбирали, где опубликоваться, где защищаться, что угодно, выбирая, проверяем. Делаем эту проверку только на сайте ВАК. Вот Наталья Модесна вам что-то сказала, да, там сегодня, например. Замечательно, поверить надо, но лучше проверить. То есть, вот эти перечни, которые я подсоединю, там, те материалы, которые я подсоединю, они все официальные, просто чтобы вам не тратить время и не искать это на сайте ВАК. вот мне сайт, честно говоря, не очень нравится, он раньше был как-то понятен и прозрачный. Ну, может быть, это мое субъективное мнение, естественно. Пожалуйста, можете зайти на сайт и это все поискать, то, о чем мы с вами сегодня говорили, если у вас есть на это время и желание. Но проверяем обязательно, либо по перечням, либо по интерактивным или по сохраненным. Ну, и, естественно, если вы пишете диссертацию и если у вас какие-то вопросы, сомнения, вы знаете, как это сделать быстро, эффективно и так далее, то, безусловно, приходите на наши вебинары в течение всего учебного года. Мы с Директ Академией раз в месяц встречаемся и полезные темы обсуждаем. Причем темы, я их не выдумывала, да, мы проводили опрос в группе, мы спрашивали у аспирантов, докторантов, значит, какие темы для вас актуальны, и, исходя из этого выбора, мы программу нынешнего учебного года вас построили, да, там, может быть, темы не в такой последовательности, как они в опросе, но эти темы включены. Поэтому приходите, пожалуйста, на вебинары, у нас же вебинары открытые, какую-то информацию полезную все равно подчеркнете. Конечно, приглашайте своих коллег или там учеников, аспирантов, докторантов, да, для того, чтобы они тоже просветились, потому что все-таки в онлайне можно задать вопросы, получить на них ответы. Ну и, естественно, друзья, если я сегодня, я сейчас вернусь в чат, простите, что я не отвечала на вопросы, просто не хотела потерять мысль, не хотела вас долго задерживать. Если у вас остаются после вебинаров какие-то вопросы, может быть, я их не осветила или еще что-то, вы можете, ну, под тем, конечно, вебинары, вы мне можете задать их, просто написав мне на электронную почту. Я сразу хочу сказать, что я отвечаю на письма, но не в срочном порядке, то есть, может быть, несколько дней мне на это потребуется. То есть, если я вам всю секунду не ответила, не думайте, что я вас проигнорировала. Вот, поэтому, друзья, милости просим на вебинары, мы всегда с полуьючим рады вас видеть на нашем вот цикле. Ну, полуьючим, вас каждый день раз видеть, а я вас, к сожалению, только раз в месяц имею возможность видеть, но тем не менее. Ну, и, конечно, присоединяйтесь к группе, там можно тоже задать вопросы. Я надеюсь, что информация для вас была полезна. Так, я сейчас возвращаюсь в чат ответить на те вопросы, которые остались без моего ответа. Так, сколько самостоятельных советов, ссылку, так, новый ГОСТ не касается оформления библиографических ссылок. Смотрите, область применения, ГОСТ по оформлению носит рекомендательный характер в соответствии. Татьяна Ивановна, да, ГОСТ носит рекомендательный характер, но если человек берется писать диссертацию, научный руководитель, может быть, ему или контакт еще не установился, или, может быть, он его отправляет к этому ГОСТу, или просто говорит, пока пиши, да, то есть это, по крайней мере, та отправная точка, от которой можно начать, да, от которой можно оттолкнуться и пока двигаться в этом направлении. Безусловно, я всегда говорю и повторяю на всех-всех наших встречах о том, что мы с вами должны понимать, что есть регламент, ВАГ, который прописан. Это положение о присуждении ученых степеней. И различные там пожелания, да, которые пока носят рекомендательный характер, но они потом рано или поздно внедряются в эти нормативные документы. И есть то, что от нас требует или желает. Диссертационный совет. И мы с вами, конечно, должны учитывать. А, ну, еще есть особенности специальности, потому что вот у меня очень разные участники моих программ, да, или там на курс приходят, очень вот последний наш поток был, очень разная, большая группа, во-первых, очень разные исследования у людей были, да, естественно, работа по дизайну будет отличаться от работы по медицине, да, или от работы по юриспруденции. Все равно требования, вот эта специфика накладывает определенные требования. Они не снимаются, конечно. Сейчас уже можно смотреть защиту онлайн. Да, можно смотреть, но не в каждом диссертационном совете. Друзья, презентацию я не даю, простите мне, эту странность мою. Ссылка на группу, в смысле, слайд вернуть или ссылку сбросить вот сюда, в чат. Сейчас попробую ее найти. Так, абонемент сразу можно. Кристина Вячеславович, а вот Павел Юрьевич сделал ссылку, а, это на сертификаты, на страничке я делаю запрос в Директ Академия и попадаю на главную страничку, и там список всех есть вебинаров, которые будут происходить, и вы можете там зарегистрироваться, то есть без всякого абонемента проходите регистрацию, приходите. Так, списки литературы оформляются по ГОСТу, не надо путать. Да, друзья, разные вещи, конечно, это не одно и то же. Спасибо за вебинар, вам спасибо, друзья, мне очень приятно было с вами поработать. Нет презентации в ресурсах, нет, список знаем, на следующий зарегистрироваться. Отлично, отлично. Друзья, ну, я надеюсь тогда, что наша компания будет только расширяться, и мы в следующий раз с вами встретимся на очередном нашем вебинаре в октябре 21 числа. Я вас приглашаю, желаю вам всего доброго, чтобы этот месяц прошел благоприятно во всех смыслах, замечательного дня. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok